Здравствуйте дорогие друзья! На связи Николай Спириэльф. И в данном видео я решил осветить сразу две темы. Первая тема это изменение в моих стратегиях ведения рекламной кампании в Яндекс.Директе. Вторая тема это нововведение в Яндексе за последнее время. Итак, начнем с первого пункта. Изменения в моих стратегиях. Для начала, чтобы понять, что я изменил, давайте вернемся немножко в прошлое и рассмотрим, как раньше я составлял рекламные кампании. Вообще, по сути, раньше у меня была одна рекламная кампания, в которой шел трафик как с поисковых площадок Яндекса, так и с РСЯ. То есть, все это дело у нас было в одной рекламной кампании и, в принципе, вот так вот и работали. Сейчас же я настоятельно рекомендую трафик этот разделять. То есть, разделять трафик с поисковых площадок и разделять трафик с РСЯ. Ну, причин на это есть несколько. Первая причина в том, что так гораздо удобнее, гораздо проще контролировать непосредственно рекламные кампании. Ну и вторая причина. Стратегии работы и ведения рекламной кампании на поиски очень серьезно отличаются от стратегии ведения рекламной кампании на РСЯ. Думаю, в данных причин вполне достаточно, чтобы разделить трафик в Яндекс.Директе. Как это сделать? Вот сейчас вы видите у себя на экранах непосредственно реализацию данного вышесказанного. Смотрите, на данный момент есть две рекламные кампании. Первая рекламная кампания – это рекламная кампания, в которой идет трафик с поисковых площадок. Вторая рекламная кампания – здесь идет трафик с РСЯ. Давайте рассмотрим параметры, которые необходимо задать той или иной рекламной кампании. Итак, начнем с рекламной кампании на поиски. Зайдем в параметры и посмотрим там ту стратегию, которая здесь выбрана. Заходим в стратегии и смотрим. В стратегии выбрана показ блоки по минимальной цене и здесь выбрано спецразмещение. То есть именно такую стратегию я рекомендую включить для рекламной кампании, которая ориентирована на поисковый трафик. Далее, что еще здесь нужно настраивать? Еще обязательно нужно настроить непосредственно трафик с тематических площадок. Здесь он настраивается процентным соотношением за цену клика и вам необходимо здесь его отключить до нуля. То есть расход удерживает пределы до нуля процентов. Тем самым вы отключаете трафик с поисковых площадок, гарантируя то, что в данной рекламной кампании будет трафик идти только с поисковых площадок Яндекса. В параметры мы вернемся чуть попозже. Сейчас давайте рассмотрим параметры рекламной кампании с RCA. Зайдем в параметры и посмотрим, какие стратегии у нас выбраны непосредственно для рекламной кампании на RCA. Здесь у нас выбрана рекламная стратегия независимого управления на разных типах площадок. Поисковые площадки здесь полностью отключены. В тематические площадки стоит максимальный доступный охват. То есть вот такая вот стратегия непосредственно для трафика с RCA, для рекламной кампании на RCA. То есть вот такие вот изменения я рекомендую вам сделать. Если у вас сейчас работает рекламная кампания, в которой идет сразу два потока трафика. Первый поток трафика это с поиска, а второй поток трафика это с рекламных сетей Яндекса. То можете прямо сейчас зайти в свою рекламную кампанию и разделить данный трафик. Делится он достаточно просто. Вы можете просто-напросто экспортировать уже готовую рекламную кампанию в Excel формат. И далее вновь ее пересоздать с новыми параметрами. Как это делается я в данном видео показывать не буду. Думаю, что вы это без меня уже знаете. Теперь что касается новых изменений, нововведений в Яндексе, которые произошли за ближайшее время. Так, ну для этого давайте я сделаю следующее. Открою рекламную кампанию на поиске и открою ее параметры. Зайдем в параметры и посмотрим, какие параметры здесь Яндекс нам добавил. Так, едем вниз. И, ну пока вижу, сразу говорю. Обязательно не забывайте отключать показы по дополнительным релевантным фразам. Потому что если вы здесь будете ставить галочку, то Яндекс будет бессчадно расходовать ваш бюджет, совершенно не спросив, хотите ли вы этого или нет. Более того, расход данного бюджета совершенно не будет сопровождаться увеличением вашей прибыли. Вот, поэтому обязательно отключайте данную функцию, чтобы она была неактивной. Следующий момент, который я сразу здесь вижу. Вот, разметка ссылок для метрики. Ну вот, кстати, Яндекс сообщил, что совсем скоро, буквально, может быть через две недели, данный параметр будет автоматом всегда включаться во всех рекламных кампаниях. Неважно, как работает сейчас рекламная компания ваша в действии, либо вы будете создавать новые рекламные кампании. То есть данный параметр будет включаться автоматически. То есть галочка будет ставиться автоматически. Так вот, чтобы случайно, так сказать, не напороть, не нарубить, так сказать, лишних дров, да, я рекомендую сделать следующее. Я рекомендую открыть вам свой сайт. Давайте покажу сейчас на конкретном каком-то примере. Открою, допустим, сайт своей студии. Так, и нам необходимо здесь после адреса нашего сайта поставить значок слэша, символ слэша, да, и далее прописать вот такую вот агрегатуру. То есть можете прям кликнуть по значку вопроса, скопировать вот эту часть ссылочки и далее вставить ее после знака слэша. После чего нажимаем кнопочку Enter и смотрим, нормально ли отображается у нас сайт, без ошибок ли он у нас отображается. То есть если вот без ошибок, как в данный момент, то все хорошо, можете ставить галочку и не переживать. То есть данная функция просто будет более тщательно собирать статистику в метрику. Если вдруг у вас здесь вылезет ошибка, то это значит, что вам необходимо будет обратиться к специалистам, которые смогут эту ошибку устранить. Так, едем дальше, открываем показать расширенные настройки. Здесь совершенно недавно ввели вот такую вот настройку. Настройка цен на мобильных устройствах. Я об этой настройке уже говорил и повторюсь. Смотрите, какая ситуация. Яндекс позволяет благодаря данной настройке уменьшать либо увеличивать цену за клик на объявления, которые показываются на мобильных устройствах. Скажу честно, исходя из опыта, с телефонов не покупают. То есть на телефонах, да, могут искать какую-то информацию, могут найти даже ваш сайт, могут его посмотреть, но не покупают там. Если вы продаете что-то, то я рекомендую вам, вот настоятельно просто рекомендую уменьшить на максимальное количество процентов возможности цену за клик на мобильных устройствах. Тем самым вы просто сэкономите, ну, львиную часть своего бюджета. Для этого просто рекомендую нажать здесь на ссылочку «Изменить», «Уменьшить» и максимально можно уменьшить на 50%. Вставьте здесь 50% и тем самым вы уменьшите цену за клик на мобильных устройствах. Совсем отключить, к сожалению, показ ваших объявлений на мобильных устройствах не получится. Нет такой функции пока. Но вот хотя бы уменьшить уже можно. Это уже радует. Следующий недавний параметр, который появился в Директе, это авторасширение фраз. Здесь сейчас, когда вы создаете свою рекламную кампанию, автоматом стоит галочка. Скажу следующее. Вот данная настройка, она, знаете, некий такой братец настройки показы по дополнительным релевантным фразам. То есть у Яндекса показы по дополнительным релевантным фразам настройка не сработала. Ну, что значит не сработала? То есть они не смогли, как я понял, сильно много денег с нее заработать, поэтому они решили еще одну настройку внедрить, чтобы, ну, хоть как-то побольше с вас денег содрать. Вот поэтому настоятельно рекомендую зайти в вашу рекламную кампанию и проверить, не стоит ли случаем вот здесь галочка. Если стоит, сразу убирайте ее, чтобы не расходовать лишний бюджет на, так сказать, нужды Яндекса. Потому что эти траты будут совершенно, опять же, бесполезны и не примесут вам той выгоды, которую вы от нее ждете. А следующая настройка, которая, опять же, появилась буквально, может быть, пару недель назад, это вот тут есть «Отключить подстановку части текстов заголовок». Что это такое? Сейчас расскажу. Так, расскажу, пожалуй, на примере. Давайте откроем рекламную кампанию и возьму какую-нибудь здесь фразу, которая есть точно в гарантии. Допустим, вот эта вот фраза есть в гарантии у нас. Так, нет, я, пожалуй, возьму вот эту фразу. Установка жалюзи. Да, я сейчас открою и найду мое вот это объявление на поиске. Так, вбиваю в Яндекс поисковик и ищу свое объявление. Так, мое объявление, вот оно. И теперь давайте разбираться, что же это за настройка такая. То есть здесь у нас стоит возможность отключить подстановку части текстов заголовок. Обратите внимание, что это за настройка. Вот я там галочку сейчас не поставил, просто эксперимент провожу. Смотрю, действительно ли увеличится отдача, вот как Яндекс нам здесь обещает. Что здесь на самом деле происходит? Смотрите на само объявление. У меня в тексте объявления идет следующий текст. Жалюзи по честным ценам. Замер и установка бесплатно. Обращайтесь, да? Заголовок идет отдельно. Установка жалюзи с гарантией. Что сделал Яндекс? Яндекс текст, вот это предложение, вынес в заголовок. То есть обратите внимание, вот мой текст, жалюзи по честным ценам. То есть вот он данный текст, он вынес его в заголовок. То есть и показывает его вот здесь. Остальной текст он показывает как к текстам. Что это значит? Это значит, что работает настроечка. И Яндекс считает, что вот в таком формате объявление кликаться будет гораздо лучше. И естественно результата принесет нам как бы откликов больше. В данный момент я не могу сделать какую-то оценку, потому что сейчас я провожу эксперимент на нескольких своих рекламных кампаниях. Посмотрю отдачу непосредственно данной настройки. Потом обязательно поделюсь своим опытом. Если вдруг вы не хотите видеть свои объявления в таком формате, то поставьте здесь галочку. И ваше объявление будет нормально отображаться, как и всегда. Как и раньше. То есть будет заголовок здесь, а дальше будет текст вот здесь весь. Но еще пару слов по поводу данной настройки. Смотрите, заголовок сейчас у нас увеличивается по количеству символов, исходя из таких вот изменений. По умолчанию у нас символов в заголовке могло бы быть 33 всего. Сейчас может быть, по-моему, 56, если я не ошибаюсь. То есть 56 символов может включать в себя заголовок. Если вдруг заголовок не входит в 56 символов, получается длиннее наше предложение, которое Яндекс берет с текста, тогда Яндекс показывает просто адрес сайта. Вот таким вот образом. Данная опция работает только на поисковых площадках. На РСЯ данная опция работать не будет. Возвращаемся обратно в параметры рекламной кампании. И здесь вот что я еще хотел вам сказать. Здесь появилась у нас еще одна стратегия, которую Яндекс опять же добавил и яро нам рекламирует. Это стратегия средняя рентабельность инвестиций. Данную стратегию можно использовать только тогда, когда вы уже собрали какую-то аналитику по своей рекламной кампании. То есть для новоиспеченной рекламной кампании данную стратегию у вас не получится использовать. Необходимо собрать определенное количество статистики, выполнить определенные условия, которые Яндекс здесь нам задает. То есть это посещение вашего сайта за неделю 200 и более кликов и количество достижений целей, то есть целевых визитов должно быть более 10. В этом случае вы сможете установить данную стратегию. Здесь Яндекс гарантирует вам, что если вы данную стратегию установите, то он потом будет автоматически менять цену за клик и стараться удержать объявления в тех позициях, на которые они оправдывают ту рентабельность, которую вы для нее установите. То есть он говорит, что если поставить данную стратегию, то рекламная кампания ваша будет стабильна, другими словами. Так это или не так, пока, честно говоря, опять же сказать не могу. Стратегия появилась буквально совсем недавно и я ее совершенно еще не тестировал. Что ж, по параметрам все, пожалуй. Теперь давайте перейдем в саму рекламную кампанию. Здесь у нас тоже есть определенные изменения. Давайте я нажму «Добавить группу объявлений». Как раз таки это опять же новое изменение. То есть если раньше у нас была возможность добавить объявления, сейчас мы можем добавить целую группу объявлений для одной ключевой фразы. Давайте нажму сюда и покажу. Смотрите, то есть у нас здесь появилась вот такая вот кнопочка при добавлении, вот в интерфейсе добавления объявлений. И если я сюда кликаю, у меня открывается возможность прописать еще один заголовок и еще один текст для одной и той же ключевой фразы. То есть могу опять же кликнуть и добавить третье объявление, четвертое, пятое. Для чего вот это можно использовать? Использовать можно для тестирования заголовков, тестирования текста объявлений. И самый оптимальный текст, самый оптимальный заголовок непосредственно по результатам тестирования можно выделить. И далее все объявления, которые показали наихудший результат, отключить и оставить только объявления с лучшим результатом. То есть вот именно для этого созданы данные группы, именно для тестирования непосредственно текстов и сголовков. Думаю, это понятно. Также непосредственно в интерфейсе добавления объявлений у нас появилась вот такая вот функция еще. Мобильное объявление. Если поставить здесь галочку, то что произойдет? То в этом случае данное объявление, которое помечено галочкой, мобильное объявление, будет ему отдано предпочтение на мобильных устройствах. То есть на ПК, на компьютерах оно будет показываться меньше, а на мобильных устройствах, на телефонах, на планшетах данное объявление будет показываться намного чаще. Что касается непосредственно данной настройки, как вы уже знаете, мое отношение к мобильным устройствам очевидно. Я данную галочку ставил бы только в том случае, если вы действительно рекламируете какой-то товар, который направлен на мобильную аудиторию. То есть возможно это какое-то мобильное приложение. Если это так, то обязательно тогда нужно ставить галочку и прописывать текст, заголовок непосредственно для мобильного трафика. И в параметрах рекламной кампании не стоит уменьшать в этом случае цену за клик с мобильного устройства. Если вы рекламируете какое-то приложение мобильное. Если же о мобильных приложениях речи не идет, если вы направленно рекламируете какие-то товары, либо свои услуги, то в этом случае данную галочку можно не ставить и стараться максимально избегать мобильный трафик. Почему? Еще раз повторюсь, потому что исходя из опыта, на мобильниках не покупают. На мобильниках просто смотрят, изучают, читают, но не покупают. Но когда человек кликнул на ваше объявление, то есть прочитал и не купил, это просто расход вашего бюджета. Вот и все. Ну что ж, вот в принципе и все, что я хотел сказать по данному видео. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, мои рекомендации и мои какие-то замечания будут ценными для вас. Вам желаю хорошего настроения и удачного дня. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok